решили кусочек стразовой цепочки остальное я отрезала и я хотела показать вам небольшую хитрость при помощи которой я фиксирую вот эти крайние стразы чтобы они не болтались не телепались я вывожу нитку на лицо затем я креплюсь за цапы за вот эти вот лапки которые которыми фиксируется камень вот так зацепилась и снова увожу иголку вниз вышивку на изнаночку вот и все точно также вывожу с этой стороны фиксируясь вновь за вот эту лапку чтобы щелкнула лесочка провалилась туда и вывожу наизнанку вот и все наши крайние камешки тоже теперь зафиксированы они не будут оттопыриваться телепаться и я вывожу иголку около отверстия у меня с отверстиями пришивная капелька вот так и увожу иголочку наизнанку проверяя по центру ли мое ушко или нет вновь я вывожу иголочку на лицевую сторону прохожу опять же в это отверстие и сразу ныряю наизнанку и так ушко мы пришили глазик пришили оформили лапку теперь смотрите я взяла канитель как вам и говорила сейчас будем пришивать с вами вокруг ушко канитель потому что цапы мне не очень нравится как выглядят и нам нужно это место задекорировать я заправила иголку в иголку нитку новую и вывожу в уголочке около страза берем канитель прикладываем ее таким вот образом в общем нам с вами нужно чтобы мононить провалилась в эту самую канитель во внутрь этой пружинки спряталась сейчас я если мне получится затягиваем чтобы она как я уже сказала провалилась она в смысле мононить внутрь нашей пружинки канители теперь вот таким вот способом я оборачиваю ее вокруг нашего страза смотрите я придерживаю плотно пальцами канитель вокруг ушка чтобы она не соскакивала теперь провожу чуть дальше делаю стяжок точно так же я перебрасываю как бы канитель через канитель мононить и прокалываю иголку очень близко к стразу вот таким вот образом отступаю немножко под натягиваю канитель чтобы она не болталась сама по себе все-таки обнимала наш страз и вновь прокалываю около страза близко-близко к стразу проходим иголкой подтягиваем и здесь очень очень важный момент старайтесь сильно-сильно мононить не тянуть иначе вы деформируйте канитель в ней образуется такая вот некрасивая вмятина здесь нужно знать меру и так обшили ушка канителью и лишнюю канитель отрезаем очень аккуратно отрезаем ненужное все и теперь вот этот хвостик также пришиваем кончик очень качественно тщательно выводим иголочку на лицевую сторону захватываем около самого края и проводим наизнанку вот так несколько раз пришиваем этот хвостик чтобы он не торчал и вот я не знаю мне зашить ушка розовым может быть жемчугом как вы считаете розовым может быть здесь чуть-чуть освежить давайте попробуем так я вывожу иголочку еще пару стежков сделаю здесь не нравится как я здесь закрепила так теперь нравится вот так ушка обшито теперь смотрите я вывожу иголку там где у меня может лечь первая жемчужина розового цвета хотя можно начать в принципе и отсюда и начать жемчужина розовым бисером кстати сказать у меня есть такой очень-очень нежного цвета бисер я думаю для ушка вот подойдет так давайте начнем я набираю две бисеринки на иголку и прохожу иголкой на расстоянии этих же самых двух бисерин бисер у меня десятка чех прециоза а следовательно размер каждой из них 2 миллиметра но приблизительно да скажем так вот нам нужно с вами отступить для двух бисеринок получается около 4 миллиметров затем продолжая набираю вновь две это я набираю уже одну бисеринку и одну жемчужинку опускаемся вниз если вам тяжело сориентироваться на каком расстоянии делать стежок то придвигать вот так вот близенько набор ваш и и придерживая пальчиком вы проходите иголочкой наизнанку ровно вровень с бусинами стараемся ничего не задеть не зацепить выводим иголку теперь между двумя между бисеринкой бусинкой и проводим иголку в крайнюю жемчужинку подтягиваем нитку так затем вновь я набираю вновь я набираю 2 розовые жемчужинки не это жемчужинки 3 миллиметра такие нежные очень красивенькие смотрим нравится нам или не нравится если все нормально проводим иголочку наизнанку обшить и так пожалуйста самостоятельно все вот эти вот места где ложатся у нас красиво хорошо бусинки зашить и их самостоятельно вот таким жемчугом и бисером далее продолжим смотрите я обшила почти ушка и там где у нас сужается и канитель два слоя в общем канители и там не ложится наш бисер то что мы будем с вами делать я после последней бисеринки ныряю вниз затем я вывожу иголку около канители затем набираю бисеринку и провожу иголку около канители напротив то есть наша с вами задача пришить бисеринки бочку мы их просто разворачиваем с вами и пришиваем бочку в этих вот местах где не может встать бисеринка как положено привычным нам способом если промежуток вот этот прям совсем маленький тогда выбираем бисеринки потоньше я уверена что если постараться то можно такие найти и так ушка мы с вами вышили пришло время носика и вот для носика я думаю как вы считаете нам лучше с вами поставить розовенькую вот такую жемчужинку или поставить прям вот маленькую бисеринку вот такую черную как будет более красиво подскажите мне напишите пожалуйста в комментариях давайте остановимся на жемчужине пришиваю два раза самый уголочек прокалываем чтобы в самый самый уголок стала наша жемчужинка так теперь смотрите я буду вышивать бисером просто параллельно мордочку начиная от мордочки я вывожу иголочку около носика и затем я буду набирать по две бисеринки на иголку и прокалывать на расстоянии двух бисерин вот так около самой конители шьем то есть близко-близко затем выводим между двумя бисеринками и проводим иголку в крайнюю по направлению вышивки подтягиваем бисеринки и продолжаем так обшивать по контуру самостоятельно далее продолжим итак вот такая мышка сейчас получается я как и говорила вам вышила вот такими продольными линиями из бисера тела мышки там где не получалось у меня ровно вставить бисеринки я их разворачивала и вставляла бочком кое-где это видно и сейчас да и вот я немножечко вставила серебряного такого цвета на пузике мышки и вот здесь в начале и теперь я буду вышивать вокруг ножки я пройдусь вот такими рядами изогнутую точно так же я буду набирать по две бисеринки на иголку то есть две набрали и вот вышли в самом самом уголке и на расстоянии двух бисеринок проводим иголочку вниз затягиваем выводим иголочку между этими двумя бисеринками и проводим иголочку в крайнюю бисеринку направление вышивки вновь набираем две бисеринки на иголочку опять я провожу иголочку на расстоянии двух бисеринок вниз подтягиваем выводим иголочку между этими двумя бисеринками и проводим иголочку в крайнюю бисеринку в направлении вышивки и так вот полностью я закончила вышивать мою мышку и я решила что глазик не особо выразительный поэтому я взяла вот такую канитель мягкую в серебре серебряном цвете отрезала около 6 миллиметров ровно столько мне нужно для обрамления глазика вывела нитку в уголке около бусинки дальше нанизываем этот кусочек канители на иголочку и оборачиваем вокруг бусинки и проводим иголочку там где заканчивается наш кусочек канители вниз наизнанку вот так сейчас я прихвачу канитель вот где она торчит одним стежком буквально для этого мы с вами очень аккуратненько выводим иголочку в том месте где нужно прихватить канительку и сейчас я отпущу ее немножко чтобы подлезть иголочкой под нее вначале возвращаю иглуку наизнанку затягиваем нитку с канителью а затем затягиваем нитку которой мы один разик прихватили то есть самая канитель нитка спряталась между витками канители и вот такой глазик у меня получается теперь мы очень аккуратно вырезаем нашу мышку я вырезаю прям вот вровень пока не деле так как я вышивала я знаю что я не поврежу ниточки которыми пришита канитель так как я вышивала очень очень аккуратно учитывая этот момент старалась вот прям чтобы стежки ложились под канитель и теперь очень аккуратно я вырезаю мышку теперь мы сделаем с вами хвостик я взяла кусочек той же самой канители которые мы делали с вами контур жесткая канитель и вставила во внутрь проволочку теперь на этой проволочке я сделаю круглогубцами колечко за которое собственно мы пришьем наш хвостик прикладываю колечко к месту где у нас будет хвостик расположен прохожу у него иголкой затягиваю следующий этап у нас с вами это заделочный ряд в общем я вырезала мышку пришила хвост вот такая красавица получается и я также вырезала вот такую заготовку это пластик и проделала в ней три отверстия для бижутерной булавки которую я предположительно буду крепить вот так берем клей у меня b6000 кусочек кожи как я уже сказала заготовку заготовка по периметру должна быть меньше чем наша мышка сейчас покажу то есть когда вы прикладываете у вас остается вот здесь вот здесь везде по периметру вы оставляете расстояние для того чтобы игла хорошо проходила через вышивку теперь я прикладывать буду я сначала приклею там где нет отверстий я наношу клей и приклеиваем к мышке приклеиваем хорошенько прижимаем пальцами и так я приклеила сюда пластиковую заготовку теперь я предлагаю пришить чтобы быть уверенными в том что не отпадет наша булавка я беру булавку и пришью ее сейчас через те отверстия которые я заранее проделала насквозь будем пришивать то есть проходим в отверстие булавки затем смотрим здесь чтобы ничего не зацепить как раз мы хорошо попадаем между бусинами выводим иголку сюда наизнанку и теперь мы пришивать будем нашу с вами булавочку вот я прошла через отверстие теперь я провожу иголочку в отверстие нашей булавки и опять провожу иголочку в отверстие которое мы заранее с вами сделали в этой заготовки в пластиковой заготовки итак друзья мои я наклеила кожу тыльную часть нашей брошечки натуральная кожа и вывела закрепила на фетре предварительно нить и вывела ее вот таким вот образом с которого в том месте с которого я буду начинать обшивать заделочный ряд я буду обшивать бисером номер 15 у меня тоха вот такой прозрачный и так вы видите иголку с ниткой пройдя через все слои и выведя иголку за канителью захватите петельку и затяните затем я буду набирать по одной бисеринке на иголку и проводить иголку я буду в ту же самую дырочку которая у нас образовалась от предыдущего стежка вот таким вот образом теперь подхватываем первую бисеринку снизу вверх проводим иголкой и вот наша первая бисеринка встала так как нужно бочком затем я набираю вторую бисеринку провожу иголку на расстоянии одной бисеринки от предыдущей вновь провожу иголку за жесткой канителью подхватываю эту бисеринку пройдя в нее снизу вверх затягиваю нитку две бисеринки пришиты затем набираем следующую бисеринку проводим иголку на расстоянии одной бисеринке выводим пройдя через все слои так теперь проводим иголку снизу вверх через только что добавленную бисеринку это американский способ вышивки обшивки краем брошей затягиваем нитку вот три бисеринки пришиты крайне мелкий бисер поэтому возможно плохо видно я сделала максимальное увеличение чтобы вы поняли что происходит вновь я набрала одну бисеринку провела иголку через все слои вышивки бисеринка встала и теперь я провожу в эту бисеринку снизу вверх иголочку затягиваю боже мой ну хвост лезет просто и вот четвертая бисеринка также пришита я буду обшивать так до самого конца мне крайне неудобно потому что хвостик лезет в каждую петельку вот таким вот способом за канителью опять я выхожу и провожу иголку снизу вверх в только что пришитую бисеринку вот так подтягиваем вот наши бисеринки встали вот в такой ровный рядочек и так обшить и пожалуйста таким способом самостоятельно до конца ну что же друзья вот что у нас с вами получилось вот такой миленький мышонок напишите пожалуйста в комментариях понравилось ли вам брошечка это я вас прошу ставить пальчики вверх если вам урок понравился если у вас получатся мышки также ставьте пальчик вверх и пишите обязательно пишите в комментариях получилось ли у вас такая мышка похоже ли она на мою также прошу вас написать в комментариях нужен ли вам шаблон этой мышки если да то я выложу этот шаблон сфотографирую для вас напишу размеры выложу в контакте в моей группе в контакте вы сможете перейти и скачать для себя обвести чтобы у вас получилось именно такая мышка на этом все я всех очень-очень люблю целую обнимаю жду на моем канале жду вас и всегда вам рада в моем instagram кстати в котором вы сможете приобрести украшение которое мы делаем вместе с вами на этом все я вас всех очень-очень люблю пока пока